Любить или вкусно поесть, хорошо знает блогера под ником Георгий Кавказ. От себя лично скажу, что благодаря его видео я сам начал часто кушать шашлык, неважно из красного мяса, из белого, из рыбы. Путь к блогерству начался в 2016 году, где Георгий решил поделиться со зрителем рецептами приготовления кавказских блюд. Первое его видео «Баранина по-кавказски шулюм в вине». Георгий готовил в кастрюле молодого барашка, а его жена снимала весь процесс на камеру. Получилось интересное видео длительностью 5 минут. В том же 2016 году снял ролик о том, как правильно сделать из винограда домашнее вино. Далее продемонстрировал подписчикам премудрости пчеловодства. В следующем году блогер вернулся к рецептам традиционных кавказских блюд. Георгий не рассекречивает свое настоящее имя. Повар предпочитает размещать свои виды под псевдонимом. Блогер, конечно же, не просто выбрал себе ник «Кавказ», ведь он живет на Северном Кавказе и готовит в основном традиционные кавказские блюда. Псевдоним Георгий как нельзя лучше подходит для подобного занятия. Личная жизнь блогера. Известно, что он женат, имеет четверых детей. И все из них девочки. Самый старший 13 лет. Самая младшая только недавно научилась ходить. Георгий вместе со своей супругой работает над созданием видеорецептов. И весело всегда отдыхает. У них счастливая семья. Дружная, трудолюбивая. В настоящее время блогер проживает семьей близ от Пятигорска. В феврале 2020 года повар опубликовал мясо с картошкой «Казан Кебаб», которое всего за 6 дней набрало 2,5 миллиона просмотров. Рецепты от кавказского мастера пользуются огромной популярностью. Видео повара смотрят не только в России, но и далеко за пределами этой многоциональной страны. На момент озвучивания данного ролика мне так сильно захотелось кушать, что, наверное, и завершим на этом. Градкое описание кавказского повара-блогера. До новых встреч, дамы и господа. И счастья и успехов Георгию в дальнейшем.